И снова ОДН. За последнюю неделю ни дня не проходит без обсуждения злополучного 354-го постановления. Конференция в Интерфаксе это только подтвердила. Атаки журналистов в первую очередь подвергся Александр Фомин. Он еще раз рассказал, что плата за ОДН не будет превышать 10% от начисленного по показаниям общедомового прибора учета. Возмущение граждан теперь должно поутихнуть. Проблем бы и раньше не было, если бы все соблюдали букву закона. К 1 июля 2012 года все мы, как законопослушные граждане, должны были выполнить федеральный закон 261-й по энергосбережению и установить индивидуальные приборы учета. И в домах должны быть установлены общедомовые приборы учета. Счетчиков о многих домах, не говоря уже о квартирах, нет и по сей день. В работе постановление масса белых пятен. Одно из них – отсутствие мер воздействия на население. Как заставить ивановцев устанавливать приборы учета, если они поняли, что это невыгодно? Вопрос открытый, но ненадолго. Наказывать будут. Рублем. Если вы не установили до 1 сентября, вам на 20% норматив будет насчитывать больше. Если еще не установили, на 40% и так далее. Какая-то прогрессивная шкала увеличения норматива потребления, то есть повышенные деньги, чтобы человек понял, что ему невыгодно, не иметь счетчика, он дороже платить будет. Я думаю, что это будет принято. Обкатка постановления обошлась ивановцам слишком дорого. С сентября за ОДН были начислены и взысканы кругленькие суммы. Перерасчет будет, но только с 1 января 2013 года. Деньги за 4 месяца прошлого года уже не вернуть. Куда они делись, остается только догадываться. Все понимают, что есть понятие бухгалтерского учета, уже заплатили ресурсно-набжающие организации налоги. Финансовый год практически закрыт, подводится годовой баланс. И просто сейчас нарушать именно само перераспределение бюджетных потоков, соответственно, налоговый кодекс. 31 декабря. Да, то это как бы даже проблематично для всех ресурсников и управляющих компаний. То есть уже годовой баланс формируется. На днях высказать свое мнение по вопросу начисления ОДН и предложить меры по воздействию на ресурсно-набжающие организации сможет Сергей Пахомов. Он проведет круглый стол по наболевшим вопросам. Есть вечные темы, обсуждать которые можно бесконечно. ОДН рискует стать одной из них.